Давайте обратим внимание на сегодняшний день наших братьев, на самих себя, на кого мы хотим быть похожи. Пророк Мухаммад сказал, ты с тем, кого ты любишь. На сегодняшний день люди, дети, если посмотреть, кто-то хочет быть похожи на какого-то футболиста, кто-то хочет быть похожи на какого-то артиста. Однако есть ли в наших детях, чтобы они хотели бы быть похожими на, или в нас самих, чтобы мы хотели быть похожими на пророков, на ученых. Поэтому мы с детства наших детей должны рассказывать им об исламе, обучать их религию. Пророк Мухаммад сказал, требование знаний, это фард, обязательно для каждого мусульманина и мусульманки. На сегодняшний день очень много разных мнений не из сунны. Очень много мнений такие, которые люди говорят от себя, приписывают к Аллаху то, что Аллах не сказал, приписывают к посланнику Аллаха то, что он не говорил. Есть такие люди, которые не берут хадисы пророка Мухаммада , обманывают людей. Такие есть люди, которые там говорят, что пять раз в день намаз, оказывается, уже стал не факт. Такие люди есть, которые вроде бы, в Коране об этом не сказано. Сами они джухаль, они не знающие, невежды. Поэтому пророк Мухаммад еще 14 веков предупредил нас и сказал, придет такое время, когда уже не останется ученого. И люди будут брать. Люди будут брать уже себе примеры не ученых, а джахили, невежд. И эти люди будут сбивать людей с прямого пути и самих себя будут тоже сбивать. На сегодняшний день можно заметить, когда люди в WhatsApp сделают рассылки какие-то непонятные, а приписывают пророку Мухаммаду то, что посланник Аллаха не говорил. Поэтому нужно перепроверять информацию. Если там нету цепочки, если не сказано, от кого передается и так далее. Поэтому не нужно спешить передавать. Пророк Мухаммад сказал, Тот, кто обомнил жжет, уже ему готовлено место в аду. Уже ему готовлено место в аду. Поэтому религия это амана на каждом из нас. Каждый из нас Аллах в судный день спросит. Есть такие люди, которые из религии сделали какую-то торговлю, какие-то непонятные фетвы выдают, какие-то непонятные вещи рассказывают о религии. Аллаха, не ссылаюсь на Куран и на Сунну, ссылаясь на свой разум, ссылаясь на какие-то истории, на какие-то сказки. Аллах в Коране говорит, если вы будете бояться Аллаха, Аллах даст вам фуркан. Фуркан это то есть человек сможет отличить хак от батыля, то есть истину от лжи. Если человек сможет отличить харам от халяля, однако здесь должно быть богобоязненность, должно быть набожность перед Всевышним Аллахом. Также есть другая категория людей, которые люди думают, что он только на праведном пути. Он прав, а его брат не прав. Это халяк, это уничтожение его же самого. Тем самым он сам себя губит. Поэтому есть вопросы, в которых есть даже хиляф, масайль, есть разногласия в области фикха, то в этом случае человек не должен свое что-то навязывать на другого брата и не должен говорить, переходить на личность, ты заблудший, ты такой-то. А я прав. Посмотрите на ученых, на мадхабов. Среди них были разногласия, вопросы фикха, и они друг друга уважали. И мы должны знать, что каждый человек ошибается в этой жизни. У каждого человека может ошибиться, и каждый человек, он говорит правду. Поэтому пророк Мухаммад сказал. Каждый из людей, он ошибается. И самый лучший из этих, кто ошибается, это тот, кто просит у Аллаха покаяние. Прошу Всевышнего Аллаха, чтобы простил наши грехи, чтобы смилился над нами. Чтобы Аллах объединил нашу умну, умну пророка Мухаммада, чтобы Аллах дал нам баракат, дал нам пользуясь того, что мы слышали. Чтобы Аллах дал нам знания. Чтобы Аллах указал нам прямой путь. Чтобы Аллах спас нас, наших детей от заблудших людей, от заблуждений, чтобы до конца этой жизни до последнего вздоха мы были на пути аллаха и на пути нашего пророка мухаммада дорогие друзья если вам понравилось видео то подписывайтесь на наш youtube канал моя ума ставьте лайки оставляйте комментарии и на колокольчик нажать не забудьте баракаллах